Итак, следующее. Конечно же, необходимо удалять плагины, которые вы не используете на блоге. Вот я на самом деле часто и поддерживаю шаблоны, к нам в техподдержку обращаются с какими-то вопросами, может быть, что-то несовместимости, ошибки и так далее. Я захожу, допустим, на блог к автору, перехожу в раздел плагины и вижу, что всех плагинов, там, например, 60 штук. Вы представляете, вот человек установил 60 плагинов, но активных всего, например, 20. Так вот эти 40, они болтаются тоже в папке и на самом деле они не активированы. Но вы должны понимать, что это прежде всего, как бы, возможность влезть для хакеров. Это, опять же, возможно, они какие-то тоже, какую-то работу все равно производят скрипты, даже не активные. Чтобы все это предотвратить, зайдите в свою папочку «неактивные», посмотрите, что вы не используете и просто удалите это. Если вы не используете плагин, незачем ему лежать в папке. Вот это очень важно тоже. Следующий момент.